Время сейчас мы занимаемся тем, что разделяем желудок на малый и большой. Всего пять проколов и хирурги добрались до желудка. Жительница Салихарда страдает ожирением. В последние годы ее вес стал настолько большим, что начались проблемы с коленями. Стало тяжело ходить. Никакие диеты не помогали и чтобы предупредить другие возможные заболевания, лечащий врач посоветовал бариатрическую операцию. За предельный индекс массы тела, то есть больше 40, это считается ожирением третьей степени, которое, ну, орбидное ожирение, по-другому называют, которое всегда сопровождается накоплением большого количества сопутствующих заболеваний. Например, сахарный диабет, артериальная гипертония, сердечная недостаточность, актриты и так далее. Вот. И снизив вес, собственно, снизив вес, мы, в общем-то, добиваемся компенсации по всем этим заболеваниям. Жительница Салихарда решила поехать на операцию в Тюмень. Здесь работает команда специалистов. За самочувствием пациентки следит анестезиолог-реаниматолог Виталий Ладыгин. Я протектирую полностью дыхательные функции, функции сердечно-сосудистой системы и отвечаю полностью за жизнь пациента в реоперации. Хирурги уменьшают размер желудка, чтобы пациентка могла есть только ограниченное количество еды и быстро насыщаться. Тогда женщина похудеет естественным путем. Через год она будет весить на 60 килограммов меньше, то есть ее вес сократится почти на 40%. Но питаться после операции можно так же, как и до. Ограничений по продуктам, ни по приему пищи нет. Но люди говорят, что со временем желудок может растянуться вновь. Миф ли это? Вообще такое нет. Единственное, что у пациента, который проходит какое-то хирургическое лечение по поводу ожирения, могут испытывать различные диспептические нарушения, такие как переполнение, как тяжесть. Врачи залеживаться не дают. Говорят, сразу после операции надо начинать двигаться. Уже на третий день пациентов обычно выписывают. Кушать не хочу вообще, но это, я думаю, что просто отходняк еще такой, от наркоза, потому что вот это тяжело. Там в операции-то что-то там лежишь, ты ничего не чувствуешь. Вот уже, когда приходишь в себя, это вот уже третий день, как бы, все равно еще не очень. А так кушать совсем не хочется. Врачи говорят, что половина пациентов, которые выбирают хирургический метод лечения ожирения, приезжают с Ямала и Югры. Это достаточно много, потому что на местах такая помощь пока еще оказывается в очень небольшом объеме. Это единичные операции, только это внедряется. А у нас это уже больше 10 лет мы этим занимаемся. Помимо потери веса, бариатрические операции могут помочь при сахарном диабете, гипертонии, повышенном холестерине. Анастасия Ломовцева, Марат Бегтимиров, Иван Яснисевич, Ямал-1.